Здравствуйте! Вот в размножении живых существ, животных, существуют так называемые демографические циклы. Ну вот знаете, вдруг много появляется саранчи, откуда ни возник, потом это пропадает, и всё нормально. Потом опять, потом пропало, потом опять, потом пропало. То же самое с крысами, с грузунами, с многими очень. Решена эта задача давно, известно почему. Это происходит вот почему. Значит, много-много саранчи, всё съели, есть нечего, и саранчи стало мало. Потом стало мало саранчи, выросло очень много растительности, и саранча стала размножаться, им размножил, всё съела, опять саранча вымерла, и вот такой цикл. Это называется модель хищник и жертва. Ну в данном случае хищником была травоядная саранча, а жертвой были растения. То же самое можно про зайцев, зайцы-волки, зайцы-лисы, вот такие вот вещи. Мышки-лисы, да? Вот такие вот всякие циклы, хорошо известны, да? Кстати говоря, периоды этих циклов, они превышают в несколько раз, скажем так, продолжительность жизни особей этого вида, да? Вот продолжительность жизни превышает в несколько раз, по крайней мере. Так вот вопрос всегда существовал, а существуют ли такие циклы в человеческой популяции или не существуют? Вопрос-то сложный, понимаете, в чём дело? Мы сейчас живём в удивительное время, последние там, ну, два столетия, это точно, когда идёт бурный рост человеческой популяции. И даже если какие-то циклические процессы в нём присутствуют, всё равно вот это вот, ну, во-первых, снижение детской смертности, во-вторых, появление всяких замечательных лекарств, например, антибиотик, которые снижают смертность вообще всякую. Это приводит к постоянному росту численности населения. Какие же тут волны, понимаете, да? А если вы заглядываете в прошлое глубже XIX века, то у вас проблема, а где взять статистические данные? Вот их не везде возьмёшь. Есть, однако, въедливые учёные, которые такие статистические данные нашли. Правда, эти данные касаются всегда очень небольших территорий, вот про которые вот как-то удивительным образом эта статистическая информация о численности населения сохранилась. Иногда сохраняется информация не о численности населения, а о, скажем так, по-нашему, по-математически, о производной от этой численности, то есть о скорости изменения населения. Скажем, вдруг население стало резко мало, да, уменьшилось. Ну, понятно, чума прошла там. Или вот восстановилась численность населения, увеличилась. Вот такие данные, вот косвенные данные такие есть. И вот оказалось, что действительно такие циклы существуют. Они прослеживаются. Период их примерно 200 лет. С чем это связано? Ну, вот стали думать, гадать. Ну, вот, например, чётко совершенно прослежены эти периоды, как ни странно, в тех местах, где никакой статистики в те поры не было. Это на территории Северной Америки, Соединённых Штатов, в доколумбовой Америке. Там плотность населения была небольшая. И археологические памятники очень хорошо с тех пор сохранились. Были поселения индейцев, да, увеличилось количество поселений индейцев. Они деревянные строения строили. Срубы эти археологи могут найти. Возраст срубы по деревьям можно определить. Да, ну, замечательно как. Видите как. И вот эти вот пики строительства активного, они как раз, вот, имеют периодичность в 200 лет. С чем это связано? Ну, понятное дело, что небольшие по численности вот эти колонии индейцев, они не могли вот привести к экологической катастрофе. То есть сокращалась численность не по этому. А почему? Видимо, всё дело в социальной среде. Возникает некая такая социальная структура, когда общество становится более-менее однородно в каком-то смысле. И в интеллектуальном, например. И нижлежащие слои начинают бороться за свои права, хотят так же хорошо жить, как вышестоящие. Ну, и гражданская война. И противостояние. Вот такая только модель есть. Больше ничего пока не придумали. Всех благ вам. Удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok